Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путином и Владимиром Зеленским, предложив им создать совместную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС. По его мнению, стороны могли бы использовать механизм переговоров как в случае с зерновым коридором. Комиссия, по словам Эрдогана, должна состоять из украинских и российских экспертов, а также представителей ООН и международного сообщества, включая Турцию. В свою очередь, Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом отметил, что Киев делает ставку на эскалацию боевых действий и организует диверсии на российской территории. Также, по словам Путина, речь идет о, цитирую, варварской акции по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Что будет с этой инициативой? Комментарий Георгия Бофта. Обеспечив переизбрание, Реджеп Эрдоган вернулся к миросворчеству. Однако, перспектива реализации его новой инициативы выглядит бледно. На официальном сайте Кремля, например, сообщение о разговоре двух президентов, инициатива о международной комиссии по Каховской ГЭС вообще не упомянута. Президент Зеленский также не дал пока никакой публичной оценки предложению Эрдогана. Вместо этого он в своих заявлениях делает акцент на гуманитарной катастрофе, однозначно обвиняя в произошедшем исключительно Россию. Хотя в западной прессе в последние месяцы не раз появлялись сообщения о том, что украинские войска периодически обстреливали ГЭС. И это не вызывало критических комментариев. И украинская, и российская стороны говорят о масштабных последствиях катастрофы для населения. На Западе же тонально заявление в адрес Москвы снизилось на полтона. Характерным в этом плане оказалось экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе как России, так и Украины. На заседании с участием представителей 17 стран однозначного осуждения не получилось. Большинство выступлений лишь подчеркивали, что разрушение плотины несет катастрофические гуманитарные и экологические последствия. Лишь представители Украины, Польши и Латвии однозначно указали на вину исключительно России. Российский представитель Василий Небензя высказал официальные точки зрения Москвы. Согласно его аргументации, Киев целенаправленно уничтожил плотину, чтобы создать благоприятные условия для перегруппировки своих войск в контексте планируемого контрнаступления. Примечательно, что традиционные союзники Украины, США, Великобритании и Франции в отсутствие каких-либо улик воздержались от выдвижения обвинений против России, но призвали к международному расследованию происшествия. Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд выразил в целом уже возобладавшую точку зрения на Западе, согласно которой Россия виновата в целом в том, что начала данную войну и взяла под контроль часть Украины, включая Каховскую ГЭС. Он не стал возлагать на Украину никакой ответственности, в том числе за обстрелы плотины, заявив буквально следующее. Послушайте, зачем Украине делать это в отношении своей территории и своих людей? Зачем затапливать собственную землю? Вынуждать десятки тысяч людей покинуть свои дома? Это не имеет никакого смысла. На что есть, разумеется, другая логика, согласно которой Россия уже не считает эти земли украинскими и записала их в свою конституцию. Поскольку идея международного расследования уже прозвучала в совбезе ООН, велика вероятность, что не только Эрдоган будет теперь ее продвигать, а отказ Москвы сотрудничать будет трактоваться как признание вины. Однако почти невероятно, чтобы Москва согласилась на работу такой комиссии. Во-первых, потому что это может быть истолковано как вмешательство в дела России. Во-вторых, расследование уже начал Следственный комитет, и Москва не согласится на подмену его работы работой Международной комиссии, да еще с участием граждан Украины. Что касается упомянутой Эрдоганом зерновой сделки, то теперь ей действительно может прийти конец в свете диверсионной атаки против неработающего аммиакопровода Тольятти-Одесса близ села Масютовка в Харьковской области. В ней российская Миноборона уже обвинила украинских военных, а Киев обвинил российские войска, якобы действовавшие в серой зоне. Если информация о причастности Украины к диверсии верна, расчет Киева может состоять в том, чтобы похоронить надежды Москвы на возобновление экспортных поставок, но и в расчете на то, что зерновая сделка сможет функционировать уже и без России. Нельзя исключать, что Киев получил гарантии Анкары на сей счет. Россия же может через некоторое время возобновить экспорт аммиака, но уже через достраивающийся терминал в порту Тамань. Так или иначе, ход нынешнего конфликта подтверждает изменение характера вообще современных войн, которые все больше становятся войнами инфраструктурными, когда противники наносят удары по объектам инфраструктуры врага, чтобы разрушить его экономику и вызвать тяжелые экологические и гуманитарные последствия. Причем такие удары могут даже не иметь смысла сугубо с военной точки зрения.